Следователям Артёма окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы Амурской области, причастных к совершению мошенничества в крупном размере в отношении пенсионерки. Злоумышленца воспользовалась популярной мошеннической схемой «Росовник попал в беду». В июле в дежурную часть поступило сообщение 80-летней жительницы о том, что неизвестная путём обмана похитила у неё 300 тысяч рублей. В результате проведённых оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленницы. 26-летняя жительница Амурской области была задержана и доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. В следственном подразделении отдела МВД России по городу Артёму было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество. Фигурантку заключили под стражу. Установлено, что потерпевший поступил звонок якобы от внука, который сказал, что в ДТП по его вине пострадали люди и нужны деньги для урегулирования вопроса. После этого к разговору присоединилась другая злоумышленница, представившись сотрудницей правоохранительных органов. Она подтвердила вышесказанное, заявив, что цена вопроса – 1 миллион рублей. Таких денег у пенсионерки не было, и она предложила денежную помощь в размере 300 тысяч рублей, которые накопила совместно со своей 100-летней матерью. Не успев опомниться, испуганная пенсионерка выполнила все условия звонивших. Пожилая женщина положила деньги в пакет и в назначенное время вышла на улицу, где ее ждала злоумышленница. В ходе следствия доказана причастность фигурантки уголовного дела к совершению хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу. Подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Анастасия Политаева, Новости на Восьмом. На территории Артемовского городского округа участились факты мошеннических действий. Ежедневно в дежурную часть УМД России по городу Артем обращаются обманутые граждане, в том числе и пенсионного возраста. Сумма денежных средств, приведенных злоумышленникам, составляет от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Полиция города Артемов просит вас быть предельно бдительными и внимательными. Помните, если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваш родственник попал в беду, не паникуйте, перезвоните родственнику по номеру телефона, записанному в вашей телефонной книге и убедитесь в правдивости ситуации. Регулярно проводите профилактические беседы со своими пожилыми родственниками и объясняйте им, как действовать в подобных ситуациях.